Сие дело нами начинаемое о Господе совершать. Вот. Сегодня тема такая, краеугольная, так скажем, в христианстве. Крест воскрешения и спасения. Давайте помолимся. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Царю Небесное, утешителю души истинные, Живезде сейся исполняя сокровища благих и жизни подателя, Прииди и вселесивный, и очистенный от всякой скверной, И спаси, блажа душа наша. Благослови Господи на наш разговор сегодняшний, Здесь, сейчас, понять Тебя, что Ты хочешь сказать Всеми теми событиями, которые произошли две тысячи лет назад каждому из нас. Как Ты хочешь донести до каждого из нас то, что Ты любишь. Каждого из нас, даже до смерти, готов пойти на эту смерть, Несмотря на то, что у нас есть собственные грехи, Несмотря на то, что мы несовершенны. Но Ты хочешь, чтобы мы жили и жили вечно, И чтобы радость наша была с избытком, И чтобы мы были счастливы. Дай Тебя услышать. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, друзья, у нас немного осталось тем, Но одна из краеугольных тем в христианстве, Это, конечно же, крест и воскресение. И сегодняшнюю лекцию я хотел бы начать Со слов Владыки Антония Сурожского и Фредерики де Граф. Вот что говорит Фредерико де Граф, Ученица митрополита Антония Сурожского. Среди православных часто слышится рассуждение про ад, про мытарство. Однажды я спросил Владыку, Почему ты никогда не говоришь об аде? Он помолчал, посмотрел на меня глубокими карими глазами и сказал, Такого Бога я не знаю. Он не утверждал, что такова догма церкви, Но надеялся на милосердие Божие. Он надеялся на такого Бога, каким его познал. Владыка не раз говорил, что мы забываем слова самого Христа. Человек, который верит в меня, не умрет вовек, Даже если умрет, живет. К сожалению, для нас это чаще всего не является реальностью. Спросите себя, а я? Как я отношусь к этим словам? И вот слова самого Владыки. Любить всегда значит в какой-то мере умереть. Потому что тот, кто любит, уже не живет для себя, Не живет собой. Он живет для другого, В другом, ради другого. Но живет то он вечной жизнью, А не только жизнью временной и земной. В самой смерти он живет жизнью вечной, Отдавая свою жизнь для того, Чтобы другие могли жить. Вот радость Христова, которую никто у нас не отнимет. Никто не может отнять этого у нас. Никто не помешает нам любить. И любить так, чтобы быть готовыми не только жить, Но и умирать для того, Чтобы другие жили и познали Бога, И вошли в Царство Господне. Вот давайте начнем сегодняшнюю лекцию вот с этих слов. Вы подумайте. Ну, потому что это огромная проблема, Действительно, для каждого христианина, Как католик, как православный, Или протестантов тоже, Хотя они более позитивно смотрят на некоторые вещи. А я-то сам наследую спасение. В силах ли Бог меня вытащить из того состояния, В котором я часто нахожусь? Есть ли Бог со мною в этих состояниях, В которых я часто нахожусь? Не мешают ли мне эти состояния жить сейчас, сегодня? Вот как ни печально. Это огромная проблема для всех христиан. И если вспоминать Древнюю Церковь, Древняя Церковь ждала пришествия Христа день на день. И вообще там была такая эсхатология, То есть ожидание. Вот он ушел, и сейчас вернется. И в центре этого ожидания Не было ожидания того, Он вернется, со всеми разберется. Нет, он вернется, И все то, что нас окружает, Нас разрушает, Нам не дает жить, Будет уничтожено. И наконец-то мы войдем в полноту жизни. Вот как ни печально, Вот такого ожидания В нашем мире, В наши дни, В церквях Редко встречается. Вот редко встречается. Как говорил один замечательный священник, Отец Петр Мещериного, Что сейчас наша вера, Она больше Грехоцентрична, А не христоцентрична. Вот подумайте об этом, Особенно После нашей с вами лекции сегодняшней. Вот Как я к этому всему отношусь, Во что я верю, Что я ожидаю, Что меня тяготит. Это такое домашнее задание Для размышления. И вот после Этого размышления Мы с вами обсудим Данную тему еще на группах. Итак, начнем. Следующий слайд, пожалуйста. Вот Мы с вами Остановились В прошлый раз На И еще в позапрошлый раз Говорили о том, Что Последнее событие Такое Перед тем, Как Христос приходит В Иерусалим Это было Воскресение Лазаря, Друга Христа. Вот И Параллельно этому Христос начинает Говорить своим Ученикам и близким. А учеников Было не только 12. Их было Мы знаем 70 Мы почитаем 70 апостолов Огромное Количество Других людей Ходило за Христом И слушало Его с удовольствием Но Многие Из тех Кто ходил За учителем Они думали О своем И вот Эти мысли Помешали Им Быть До конца Самим Христом. Потому что Когда Христос Начал Говорить Не о царстве Здесь Домашнем В Израиле Не о том Что В конце концов Придет царь А он Этот царь Может быть И этим царем И является И освободит Народ Израиля От римлян И воздвигнет Новое царство Здесь Еще на земле Вот Эти мысли Всем нравились Ну как же Все будет решено Извне Внутри Меня Ничего Меняться Не должно Но вдруг Он Всем своим Ученикам Начал Постоянно Говорить Вот эти слова Вот Один из эпизодов Это Матфей 16 21 23 С того времени Иисус Начал открывать Ученикам Своим Что ему Должно Идти В Иерусалим И много Пострадать А старейшин И пересвященников И книжников И быть убитым И в третий День Воскресный И вот Мы помним Одну Из реакций Петра На эти слова И отозвав Его Петр Начал Прикословить Ему Будь милостив К себе Господи Да не будет Этого С тобой Он же Обратившись Сказал Петру Отойди От меня Сатана Ты Мне Соблазн Потому что Думаешь Не о том Что Божие Но что Человеческое И это Такая Реакция У близкого Ученика Христова Петра Но по Писанию Мы знаем Что многие В тот момент Когда он Это стал Открывать Людям Ушли От него Многие Разочаровались В том Что он Говорит В нем Самом Разочаровались Потому что Такая Мысль Многим Не нравилась А в чем Смысл Я живу В этом Мире И понимаю Что кто-то Придет И меня Обогатит Не только Деньгами Но и Положением И вообще Даст Смысл Моей Жизни И т.д. И т.п. А мне В общем-то Наверное Не так И важно Меняться Внутри А здесь Какая-то Крамольная Мысль Для многих Все Что я Ожидаю Не Сбудется А зачем-то Вот этому Учителю Придется Умереть И мало Того Многие Притыкаются И до сих пор Многие Спрашивают А зачем Христу Надо было Умирать На кресте Он же Всемогущий Он что Не мог взять И Щелкнуть Пальцами И все Вокруг него Изменилось бы И люди бы Изменились И я вам Как раз Хочу напомнить Основную Мысль Святоотеческого Предания В том Что Все наши Страсти Это Измененные Добродетели Это Очень важная Такая Мысль Я не могу Сказать Почему Вот именно Так Нужно было Сделать Самому Христу Пойти На крест Умереть И затем Воскреснуть Я Технический Процесс Описать Вам Не смогу И никто Не сможет Но здесь Есть Кое-какие Косвенные Мысли Указывающие На то Что Должно Было Так Поступить Во-первых Мы помним С вами Что мы Изучали До этого Ветхий Завет И помним Как Богу Было тяжело До человека Достучаться Ему Потребовалось Ну Несколько Тысяч Лет Чтобы Достучаться До некоторых Людей Которые В конце Концов Как-то Поняли Его Услышали Его И Сделали Какие-то Вещи Вещи Которые Хотел От них Бог Эти вещи Дали Скажем Так Огромный Прогресс Сему Человечеству На пути Вот к этой Самой Встрече Но сам Процесс Очень тяжелый И сложный Не так Все просто Меняется И вот Святые Отцы Говорили о том Что вот Наши грехи Это Собственно Измененные Добродетели Хочу любить Я об этом Вам напоминаю Я это часто Говорю Но Властвую Хочу делать Добро Но Причиняю Добро Помимо воли Другого Человека И так далее Хочу Скажем так Какую-то ситуацию Изменить Но Перехожу Границы Начинаю Гневаться Оскорблять Других Людей И так далее И если Взять Автоматически Все это В человеке Разом Изменить Что останется От самого Человеча От самого Человека От самой Личности Человека В один Момент Еще Одна Мысль О том Что Все спасутся Но некоторые Как бы Из огня Скажем Григорий Низкий Говорит о том Что И многие Древние Отцы Церкви Что Все наши Грехи Будут Попылены Как бы Огнем Ну потому Что есть Слова Иоанна Богослова Сказанные В его Апокалипсисе Что ничего Худое Ничего Грешное Ничего Злое Царство Небесное Не войдет Поэтому Все будет Как бы Попылено А войдет Самое Лучшее Что Есть В Человеке И Поэтому Важно На этой Земле Как бы Вот это Самое Лучшее В себе Взращивать Чтобы Царство Небесное Вошла Личность Не просто Кусок Человека Который Не помнит Ничего Нам же Важны Наши Чувства Воспоминания Наша Жизнь А Цельный Человек И Процесс Вращивания Это тоже Процесс Не такой Простой Взять Щелкнуть Пальцем И все Изменить Это значит Опять же Возвращаемся К тому Что все Уничтожить Внутри Человека Что Останется От Целого Человека Поэтому Есть Такие Термины Для Бога Что он Долготерпелив Но действительно Он ждет Пока мы Вырастем Как Отец Ждет Пока Вырастет Его Сын Не сразу Он Нагружает Сына Какими-то Боевыми Заданиями Нет Процесс Сложный И это Как-то Связано С тем Естественным Процессом Который Есть В этом Мире Жизнь Есть В этом Мире Любовь Исходящие От Самого Бога И Вот Эти Процессы Сам Бог Не Может Разрушить Не Может Он Взять И Вот Так Щелкнуть Пальцем И Все В мире Изменится И Все Станут Хорошими А Кто-то Плохой Исчезнет Есть Даже Замечательный Я Не Помню Автора Фантастический Роман Когда У одного Героя Появилась Возможность Обратиться К Такому Волшебнику И Осуществить Свою мечту И он попросил Волшебника Сделать Всех людей Счастливыми И когда он Выглянул на улицу Все стали Сумасшедшими Поэтому В нашем Мире Действуют Законы От Бога Которые Сам Бог Не может Перейти Чтобы Все Не стали Сумасшедшими И Почему Надо Уйти Вот Пойти На эту Смерть Ну Потому Что Может Быть Больше Той Любви Если Кто Положит Жизнь За Други Своя В этом Мире Нет И мы С вами Сейчас Об этом Поговорим Потихоньку Говорить Будем Но Самое Главное И печальное То что Многим Это не Нравится Ну Потому Что В конце Концов Это Предполагает И то Что Сам Человек Будет Как-то Двигаться В сторону Бога Есть Даже Такое Понятие Я еще Раз Вам Работничество Бога И Человека Бог Делает Две Трети Шагов К Человеку Но От Человека Тоже Очень Важно Открыть Своё Сердце Для Того Что Бог Мог Туда Войти А Для Этого Нам Важны Помните В притче О Страшном Суде Этой Притче Мы Закончили Прошлую Лекцию Принять Странника Накормить Голодного Одеть Раздетого Посетить Больного Прийти В тюрьму К заключенному И так далее И по этим делам Все мы Будем с вами Спасены Ну и Сами понимаете Что в общем-то Вот эти шаги Сделать Для Многих Индивидуумов И скажем Даже для меня Вот Чему даже Для меня Очень сложно Иногда бывает Потому что Хочется Никуда не ходить Ничего не делать Вот Доносить людям Только самого себя Вот Быть от этого Счастливым И чтобы вокруг Меня мир Крутился Это же гораздо Приятнее Чем Оторвать Своё тело От этих Самых Приятных Мыслей Перешагнуть Через себя И сделать то Что мне Может принести Грубо говоря Дискомфорт Да Потом Будет Здорово Но в какой-то момент Дискомфорт Вырвать Меня из Моей скорлупы И поэтому Многие люди Которые Услышав То что Вот Их учитель Собирается Уйти на небо Таким Экстравагантным Способом Они от него Ушли Ну что Что они Не ожидали Ну представьте Себе Люди Несколько лет Ходят За Учителем Надеются На то Что В конце Концов Он решит Их проблемы И вдруг Он в конце Этого Пути Заявляет Что Извините До свидания Мне пора Умирать А вы Здесь Оставайтесь Это Огромное Разочарование И посмотрите Вот на этом Пути В Иерусалим У многих Людей Это Разочарование Будет Преобладать Многие Будут Уходить От Христа Лишь потому Что Он Не Выполнил Их Ожидания Между Прочем Этот Процесс Есть И в церкви Когда Человек Приходит В церковь И ждет Что Вот-вот Он станет Совершенно Другим Откроются Какие-то Бездны Счастья Для него А годами Это Не происходит Наоборот Случаются Какие-то Катастрофы Катаклизмы Там В его Личной Жизни Он Вдруг Для себя Открывает То Что В общем-то А где Он Находится Зачем Ему Это Нужно И в конце Концов Может Покинуть И стены Самого Храма Но Проблема Связана Не с Богом Проблема Связана С Человеком Вот Я вам Опять Рекомендую Почитайте Статью Отца Георгия Чистякова Нисхождение Ваат Это Очень Важная Мысль Которая Там Сказана Самим Отцом Георгием Для каждого Из нас Бог Не может Иногда Избавить Нас От страданий Он Может Эти Страдания Заполнить Своим Присутствием Бог Не может Иногда В этом Мире Избавить Нас От страданий Он Может Заполнить То Место Где Мы Страдаем Своим Присутствием Это Совсем Иная Мысль Это Говорит О том Что Такое Всемогущество Божие Как Бог Действует В этом Мире При Всем При этом Скажем Всемогущество Божие Для Израильтян Времен Иисуса Христа Это Понимание Вот Этого Действия Самого Бога По Отношению К Человеку Сильно Разнится С Нашим Пониманием Иудеи Никогда Не Приписывали Богу Возможности Взять И все Сразу Так Уничтожить И Поменять Помните Момент Очень Замечательный Когда Бог Моисей Зашел На Гору Израильтяне Там Устроили Себе Золотого Тельца И Соответственно Богу Была Возможность Этот народ Стереть Уничтожить И потом Начать Все Заново И Моисей Просит Бога Не делай Этого Вот Даже Здесь Могущество Бога Оно Было Ограничено Тем Что Его Просил Моисей И Моисей Спускается К этому Народу И Бог Начинает Действовать И Работать Именно С Этим Народом Не С Каким-то Другим А вот С Этим Да 40 лет Они Ходят По Пустыне Находятся Уже Новые Люди В этом Рождаются Эти Люди И Они Входят В Землю Обетованную И Народ Вот Он Такой И Бог Работает С Этим Народом Еще Буквально Тысячу Лет И Только Тогда Появляется Христос Понимаете Даже Просьба Моисея Всемогущество Божие Останавливает И Таких Моментов Очень Много Вот Ну Давайте Вернемся К нашим Соответственно Событиям И Вот После Того Как Христос Сказал Вот Эти Слова Часть Учеников От Него Ушли Следующий Слать Пожалуйста И Все Помнят Тот Прекрасный Момент Входа Господня В Иерусалим Он Этот Праздник Скоро Будет Вот Мы С вами Будем Вот Так Торжественно Встречать Скоро Уже Пост Весна Вот Зеленые Ветки И Как бы Радость Огромная И Действительно Наверное Это такой Триумф Был Для Учеников Самого Христа Вот Этот Вход Господень В Иерусалим Когда Он Въезжает Как Царь Вот Потому Что Было Так Предсказано Его Встречают Радостно И Никто Не Замечает Нотку Трагедии Потому Что После Этого Входа После Этой Радости Те Кто Его Встречал Потом Будут Стоять В храме Во дворе Первосвященников И Говорит Распни Его Самому Пилату Потому Что Они Его Ждут Как Царя Для Израиля Вот Сейчас Наступает Момент Царствования Давида Да Вот Он Въезжает В город Все Ждут Что Он Принесет Изменения Те Даже Кто За Ним Не Ходил Но Все Слышали Что Больные Исцеляются Прокаженные Исцеляются Слепые Видят Там Мудрый Учитель В конце Концов Что Еще Нужно Человеку Мало Мало Того Что До сих пор Многие Иудеи Ну Такие Очень Ортодоксально Настроенные Ну И как-то Отрицательно Настроенные К самому Христианству Считают Христа Обманщиком Вот Он Должен Был Быть Мессией А не Стал Ну Не Принес Он Вот Это Эту Радость Для тех Людей Которые Надеялись Что Ну Не Нужно Ничего Себе Менять Вот Как Часто Бывает Вот В нашей Жизни Ну Часто Бывает Что Ты Просишь Бога О Каких-то Внутренних Изменениях Говоришь О том Что Господь Ну Я Готов Пойти За тобой А Тебе Дается Совсем Не То На Что Ты Надеялся Человек Скажем Который Тебя Будет Призывать К Смирению И Терпению А Ты Думал Что Это Внутри Как-то По-другому Произойдет Где-нибудь На работе Или 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 В семье Или Там Обстоятельства Жизни Должные Тебе Научить Там Скажем Простейшим Вещам Но Они Не Вписываются В то Что Ты Думал Что Так Будет После Того Как Ты Станешь Христианином Они Неприятны Моей Жизни Таких Моментов Огромное Количество Просто Огромное Я прошу Что-нибудь Бога И уже Лишний раз Думаю Стоит ли К нему Обращаться А то Вот Выдаст Вон Там Кого-нибудь Мне В нагрузку С кем Нужно Будет Налаживать Отношения Смотреть На него Что у него Там Хорошего Есть Вот Это Хорошее Как-то Взгревать В себе Вот С ним Как-то Обходить Углы Общения Своего В конце Концов Терпеть Его Дурацкие Шутки Там Правильные Границы И так Далее Да Проще Этого Человека Своей Жизни Убрать Сказать Ну Тогда Не будет Изменений В тебе Само Правило Было Интересное Монашеское Вот О том Что Человек Одного Ну Это Древнее Правило Никогда В начале Его Монашеского Пути Не отпускали Жить В пустыню Считалось Что Такой Человек Еще Зеленый Вот Его Помещали В монастырь К братьям Куда Нибудь В келью В общую И там Он должен Был прожить Там Какое-то Время А Мудрые Старцы Смотрели На этого Человека Как он Себе Ведет И Обычно Конечно Как у Любого Человека Этому Человеку Приходилось Там Как-то Приспосабливаться К жизни Возникали Конфликты Неприязни Ну Обычная Человеческая Жизнь На почве Бытовом То есть Человек Мог Молиться Великолепно Богу Возвращаться К себе В келью А там Разбросаны Ну Вот Скажем Так По современную Носки Как он На это Отреагирует Вот И вот Когда Человек Научался Мирно Жить С другими Братьями И сестрами Вот Тогда Ему Говорили Вот Теперь Ты Готов Идти Жить Один Ты Научился Чему-то Здесь И мы Видим Что Тобой Двигает Не гордыня К Большим Подвигам Вот Ну И Вернемся К нашему С вами Празднику Вербного Воскресения Поэтому В тот Момент Этот Праздник Такой Со Слезами На глазах То есть Триумф Да Встреча Надежда У многих Там Ученики Некоторые Ушли Но Многие Еще Об этом Не знают Надежда На то Что Царство Израиля Будет Восстановлено В полноте Что Наконец-то Пришел Тот Обещанный Со времен Давида Царя Мессия Который Огнем Мечом Приведет Израиль К победе В этом мире Устроить Тысячелетнее Царство Здесь На этой Земле Ведь Никто Не думает Что В общем-то В том Состоянии В котором Из нас Мы находимся Это Тысячелетнее Царство Невозможно И попытки Эти были Взять Хотя бы Российскую Историю Немецкую Историю Ну и так Далее Все эти попытки Приводили Лишь К одному К тем Кровавым Событиям О которых Мы с вами Помним И Следующий Пожалуйста Слайд Тут же Христос Проявляет Свой Характер Вот как Часто Для нас Бог Этакий Добрый Мягкий Вот Который Все прощает Персонаж А здесь Вдруг Такая Реакция Изгнание Торгующих Из храма Вот смотрите Он их Изгнал Лишь потому Что они Торгуют В храме Оказывается Нет Мир Не сильно Меняется На протяжении Тысячелетий Кто такие Были Вот эти Самые Торгутцы В храме Дело Все в том Что В храме На тот момент Существовали Собственные Деньги Ну потому Что многие Паломники Которые Приезжали На праздник Скажем Пасхи Они были Из разных Концов Света И Не у всех Были Деньги Единого Образца Грубо говоря Единой Валюты В храме Там была Собственная Валюта Обычно Это Сикли Были Вот И Соответственно Человек Приезжавший В Иерусалим Он просто Приходил В храм И менял Свои Собственные Деньги На храмовую Валюту И Покупал То Что Ему Было Надо Но У храма И Торгующих Храме Была Монополия Скажем На Тех Животных Которые Должны Были Принесены Быть В жертву В 613 Заповедях Которые Даны Были Моисею Сказано Как Должна Выглядеть Жертва Жертва Должна Которую Будет Приносить За Богослужением Должна Быть Без Изъяна Поэтому Скажем Ягненка Со стороны Было Трудно Принести В храм И Тут же Его Принести В жертву Служители Находили Какие-то Изъяны У этого Ягненка И Обычно Служители Предлагали Вот Своего Ягненка Продать Где-нибудь Там На базаре А купить Храмового Ягненка Который Точно Без Изъяна Со Знаком Качества Но Обычно Храмовый Ягненок Стоил В три Раза Дороже Тем Самым Те Кто Продавал В храме Животных Они на этом Имели Прибыль Прибыль Шла В казну Храма Прибыль Шла В карманы Тех Кто Продает Так И с деньгами Курс Обмена Был Очень Невыгодно И это Было Во всей Торговле Внутри Храма Именно Поэтому Христос Возмутился Тому Что там Происходит Не потому Что там Стоят Какие-то Вещи Которые Продают Ну в этом Нет ничего Плохого Ну мало ли Пришел Человек У него нет Ни ягненка Нет каких-то Вещей Нужных Для Жертвоприношения Ну вот Возьми Купи Понятно Что Чтобы Вырастить Там Животное Нужно Потратить Деньги Время И поэтому Оно Сколько-то Стоит В этом Нет ничего Зазорного Ты пришел И просто Оплатил Работу Тех Кто Трудился Ради Того Чтобы Ты Нормально Поучаствовал В храме Богослужения Но Наживаться На этом Нельзя Катастрофически Нельзя На этом Наживаться Вот Что Хочешь Делай Вот На вере Наживаться Нельзя Могут Быть Пожертвования Могут Быть Твоя Добровольная Какие-то Внесения Дай Денег Это Твое Личное Собственное Дело Пожалуйста Делай Честно Торгуй Но Нельзя Делать Прибыль Огромную Такую На тех Кто Не Может Скажем Принести Что-то Сам Вот В этом Огромная Проблема Той Ситуации И Поэтому Он Изгоняет Тех Торгующих Вон Это Огромная Проблема На самом деле Христианской Жизни Вот Были Очень Строгие Правила Скажем Для Пророков Я Напоминаю Еще Раз О Таком Замечательном Произведении Раннехристианском Как Дидахе Вот Пророк Человек Духовный Пришедший В ту или иную Общину Казалось Бы Этот Пророк Должен Остаться Там Надолго А Ранние Христиане Они Всегда Относились К Такому Пророку С Таким Требованием Два Три Дня Пророчествуй Потом Либо ты Собираешь Свои вещи Уходишь В другую Общину Либо Иди Работай Несмотря На все Духовные Качества Вот Эта тема Такая Тоже Которой Стоит Задумывать Что Вот Вещи Такие Как Вера Вещи Такие Как Все Таки Твой Путь С Богом Они Не Предполагают Того Что Ты Еще Получишь Прибыль Она Может Быть У тебя Прибыль Может А Может И Не Быть Но Специально Из этого Делать Комбинат Она Тво Бат 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 Услуг Не Стоит И Это Относится Не Тоже К тем Кто Служит Церковь Это Относится Тем Кто Церковь Приходит Друзья Мои Потому Потому что иногда, вот, я на моем опыте это чувствую, особенно в проведении катехизации, что такое ощущение, что храмы Божии, они иногда вот так рассматриваются, вот такой дом быта. Да, вот пришел человек, заказал услугу, услугу ему предоставили, затем человек берет и исчезает, но это детский сад, штаны на лямках, совершенный детский сад, штаны на лямках. В общем, услугу предоставить не так сложно, а чтобы в твоей жизни потом, в общем, это тебе разбираться. И храм, и все то, что нас окружает здесь, это все-таки создано для того, чтобы человеку было проще говорить с Богом, проще встретить Бога на пути, чтобы его сознание как-то концентрировалось, а не для того, чтобы я дал и исчез. И Христос, придя в Иерусалимский храм, он это отлично понимал. Храм, он для того, чтобы принести жертву, животное, и исчезнуть из жизни, собственно, и из своей собственной жизни исчезнуть, вот как бы откупиться от Бога. Толку-то легче станет, а потом придет вот это самое разочарование в том, что в твоей жизни ничего не меняется. Вот понимаете, вот такая взаимосвязь какая-то, может быть неприятная для каждого из нас, а может быть приятная наоборот, что на самом деле вот эти вещи должны внутри, внешние вещи что-то внутри менять. Ты к чему-то должен приходить. А если этого нет, надо задуматься, а может я что-то неправильно делаю на своем пути. Вот, и потом, следующий слайд, пожалуйста, вот он выходит, мы видим Христа все-таки гневающимся, правильно гневающимся. Христа как человека с чувствами, очень тоже важный момент. Не просто того, кто все стерпит, но у него чувства есть, вот он, он реагирует на эту ситуацию, ему, он неравнодушный, да, это очень важный момент. Мы помните, видели Христа плачущего у могилы своего друга, да, он стоял и плакал, теперь вот он гневается, вот чувства в нем есть, да. Иногда мы принимаем Бога вот как образ такой, что, ну вот такой какой-то умилительный образ, да, а вот он может гневаться, он может страдать, плакать, он может радоваться, да. Вот все в нем есть, как и у нас с вами, чтобы никто не мог сказать, а он какой-то совсем другой, иной. Нет, вот он такой. И вот он произносит вот эту вот свою печальную речь, вот, что хотел он собрать всех, вот Матфей 23, 37, вот. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих. Как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Вот это очень важная мысль. Ни Бог не захотел, мы не захотели. Вот всегда надо в вере смотреть на то, что я хочу. Что Бог хочет, Он хочет нашего с вами спасения. Это прописано в Евангелии. Он об этом говорит, я пришел не судить мир, но чтобы был мир спасен. И Он свою работу делает. Но что я хочу. Моя ответственность, вот такая духовная, что я хочу в этом с собой сделать, да. А хочу ли я вообще чего-то? Вот христианство, оно вот такое, да. Все зависит от того, что я хочу. Чего я хочу? Мало того, что мне приходится часто задавать вопрос этому человеку, чего ты хочешь-то? Вот он будет рассказывать, это, 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 все у него там. Отчего ты сам хочешь? Хочешь быть с этим человеком или не хочешь быть с этим человеком? И мне такой вопрос задавали. А чего ты хочешь? Хочешь ты? Если хочешь, иди, сделай выбор. Но потом же ты вспомнишь, что это ты захотел сам. В этом свобода. Я вспоминаю эпизод один замечательный в своей жизни. Вот. Я помню отлично, как я сказал, да, я хочу, чтобы вот эта женщина была моя женой. Была моя жена. Да, это было давно-давно, когда я познакомился со своей будущей женой. Но был такой момент, что вот почему-то на сердце моем было, я стоял здесь вот в храме, и нужно было вот для меня самого сказать, я хочу вот так. И прошло долго-долго лет, много-много лет, наступил момент, какая-то ссора между мной и моей собственной женой. Вот. Я там, а я человек такой довольно-таки вспыльчивый, разнес все, что можно было разнести. И в какой-то момент я начал вот так продвигаться к той мысли, а вообще за что мне это все надо, ну, как обычный человек. И я дохожу до какого-то тупика, вот, и хотел бы объявить виноватым Бога, ну, как, переложить собственную ответственность на кого-то другого. Ну, и вдруг вспоминаю, что выбор-то сделал я. Вот четко я вспомнил тот момент, что и сразу все у меня как схлопнулось. Я думаю, ну, а чего ж ты, сам выбрал. И это не потому, что там моя жена плохая, или это вот я был в чувствах, которые очерняли все вокруг меня. Но то, что я сделал, я сам выбрал, никто мне не навязал, и это моя ответственность, остановили меня от дальнейшего какого-то разрушения. Это тоже очень важная вещь. Следующий слайд. И вот еще одна история. Кто такой наш Бог? Вот что Он делает перед тем, как совершилась тайная вечеря? Он омывает ноги Своим ученикам. Этот эпизод есть только в Евангелии от Иоанна. Ну, я тоже такую историю расскажу, она немножко печальная для меня, но я ее почему-то до сих пор помню с каким-то таким, ну, с такой грустью. Это случилось как раз в тот момент, когда началась пандемия, и мы служили в храмах в пустых, соответственно, были только в этих храмах служители, священники, декана и, соответственно, алтарники, народу никого не было. А, как известно, наше богослужение, оно так регламентировано, скажем, когда ты произносишь возглас «Христос посреди нас», священник произносит этот возглас, то, соответственно, обнимаются, лапзаются, скажем, священники со священниками, вот, там, иногда декана с деканами, и, соответственно, декана или, там, алтарники никогда не делают этого со священниками, и не потому, что это плохо, а потому, что так есть такой регламент службы, так прописано нашему стаилю. И вот, у меня были очень, это был как раз день воспоминания вот этого события, когда омывали ноги, вот, Христос своим ученикам, ученики друг другу, и все были, не делились на ранги, чины и так далее. А когда ты находишься в пустом храме, это особенно впечатляет, и, вот, это лапзание мира случается, и когда ты стоишь отдельно, соответственно, кто-то там с кем-то здоровается и приветствует друг друга, а ты не можешь сделать это вот по этому самому регламенту. И мысль, я помню, отлично моя, я поделился ею со своим другом, вот сейчас нас всех, мы еще не знали, что такое этот самый ковид, все боялись и так далее. И я помню, что поделился со своим другом и сказал, сейчас вот нас всех определят в чумную палату, потому что мы здесь заболеем, с друг с другом общаемся. И вот мы будем на своих кроватях лежать и вот этот регламент исполнять. А помирать зато будем вместе в одной братской могиле. Для Христа нет всех тех разделений, которые устраивает на этой земле человек. Он спокойно омывает ноги тому, кто к нему приходит. Все эти разделения, чины и так далее нужны людям. Ну, потому что люди живут в таком мире, в мире после грехопадения. Отчасти потому, что это нужно для того, чтобы сохранился порядок. Но никогда не нужно превозноситься, как это часто бывает, получил человек лычку и вознесся далеко на небеса. Все же прекрасные христианские примеры служения друг другу, они гораздо важнее, когда в древней церкви, скажем, в таких же пандемиях шли и священники, и епископы, и высокопоставленные люди в общину, где кто-то болел, и перевязывали раны, и заболевали, и умирали. Вот тот, наверное, идеал христианской жизни на этой земле. При всех наших минусах. Служить друг другу, потому что в этом и есть любовь. Я не ищу своего, но пользы другого. Кем бы я ни был на этой земле, какое бы послушание ни нес, это должно стать для каждого из нас во главе угла, вот прямо целью. Не положение, а целью. Именно там рождается сердце любящее. Любящее. Именно так оно рождается, а не как иначе. И это как раз для многих является вот этим притыканием, что я должен умереть для себя, как индивидуум. Это не значит, что я должен на себя забить, ничего не делать. Но я должен помнить о том, что вот я имею власть помочь другому. Мне дана огромная ответственность. Скажем, Иоанн Златоуст о священстве часто говорил о том, что мало кто из этого рода спасается. Потому что кроме ответственности, часто благодати никакое. Но ответственность на себя человек должен взять и понимать, что он несет. А потом все остальное. Это касается и не только священства, любого из нашего служения в этом мире. Следующий. И вот наступает тайный вечерин. Что, собственно, такое тайный вечерин? Мы помним, что Господь заповедал на Пасху, на Песах, вспоминать события исходом Израиля из рабства египетского. И, соответственно, там целый ритуал. Вы можете найти в интернете, как это происходит, кто произносит речь, какие компоненты готовятся для этой трапезы. Обычно за этой трапезой собирается вся семья. Это такой домашний ужин. И, в принципе, наша с вами литургия и, как скажем, жертвоприношение древнего храма, это прежде всего трапеза. Это место, где человек может встретить Бога. Потому что обычно на трапезе вот этих стен нет. Ну, кого приглашают на трапезу, с кем ты хочешь отужинать, отобедать, близких людей, родных. И обычно за трапезой происходят какие-то сокровенные разговоры. Люди делятся с другими людьми чем-то наболевшим или какой-то радостью. То есть там, на этой трапезе, нет никаких стен. Ну и, собственно, даже образ трапезы такой, это образ Царства Небесного. Помните, я приводил пример, он такой, есть, ну, притча в фильме, такой есть замечательный мультфильм, чем отличается Царство Небесное от Ада. И такой образ, значит, показывает ад. Вот сидят вокруг стола огромного люди. У них перед каждым стоит каша. Там, да, стол круглый. И у каждого человека огромная ложка. Ну, длинная ложка такая. И, соответственно, он этой ложкой не может взять у себя кашу и съесть. Ну, вот, ну не может он уменьшить руку, там, по каким-то причинам уменьшить длину этой ложки он не может. И поэтому он сидит голодный. И вокруг него собраны такие же, которые пытаются своей тарелкой эту кашу съесть, но не могут ее есть из-за длины этой ложки, рукоятки этой ложки. И, соответственно, голодные сидят. Друг на друга смотрят. Вот, осуждают друг друга как-то там. Вот, что-то пытаются сделать с этой ложкой, и ничего не получается. И тут же другой образ, как бы, переносится в рай. И там все то же самое абсолютно. Такой же стол, такие же люди. Вот, такие же ложки абсолютно. Вот, одинаково, ничего не меняется. Но единственное, что сидящий на этом краю стола, а вот напротив него другой, они этими ложками друг друга кормят. Знаешь, длинные. Поэтому он берет этой длинной ложкой кашу из тарелки своего соседа и дает им. А тут наоборот. Все различие. Абсолютно. Люди вышли за пределы своего «я» и вспомнили, что там сидит сосед. А сосед вспомнил, что там на другом тоже сосед. И что есть возможность друг друга покормить. И все счастливы. И вот эта трапеза, она такая. Но Христос уже придает этой трапезе иное значение. Да. Он говорит о том, что вот это вы творите в мое воспоминание. И не только как исход из рабства египетского, а как исход из рабства греха. Потому что дальше я иду на крест. Дальше мне должно было, должно будет умереть и в третий день воскресно. Но вы это вспоминаете. Мало того. Христиане до сих пор это творят в собственных храмах, потому что мы знаем эту трапезу, как Евхаристия, благодарение. Она совершается на литургии. И мы тоже с вами вот эти кусочки хлеба, смоченные вином, как кровь и тело Христово, мы с вами принимаем. Мы приходим и опять встречаемся со Христом. И мало того, это не значит, что мы повторяем вот эту трапезу. Это очень важная мысль всей Евхаристии. Мы участвуем в той самой трапезе, в которой участвуют и сами апостолы. Для Бога нет времени, для Бога нет пространства. Для Бога есть вечность. И это очень важная мысль. Мы будем говорить уже сейчас, после того, как я расскажу о воскресении, о том, в чем мы с вами участвуем, когда приходим на литургию. Это отдельная тема. Я надеюсь, что на группах мы будем разбирать ее. Но когда мы соглашаемся быть на этой трапезе, мы становимся участниками, причастниками. Мы причастны к тому, что происходило там тогда. Сам Христос сейчас дает каждому из нас возможность с Ним встретиться под видом хлеба, вина, потому, что это есть кровь и тело. Как это происходит? Таинство? Но нам это важно. И Евхаристия всегда была центром жизни всех христиан. Мало того, что можно было определить, христианин ты или не христианин, участвуешь ты в ней или нет. Но мы помним, что на этой самой трапезе один ученик решил все-таки предать самого учителя. И много споров идет, почему Иуда так поступил. Ну вот много споров до сих пор, и книги пишут, и разбирают образ вот этого ученика. Ну, сами подумайте. Человек ходил с учителем, видел учителя, какой он есть. Мало того, учителя на этой самой трапезе, когда сам Иуда собирается уже совершить то, что задумал, он жест любви делает самому ученику, омакивает, солил кусочек хлеба, пытается спадать, как жест любви. Сказал, что я люблю тебя. Но ученик уже решил. Вот тоже очень важная вещь. Когда мы решаем что-то в сердце, остановить уже практически невозможно. Хоть ты пляши или что-то сделай. Это очень важная вещь. Часто так грех действует. Почему он это совершает? Ну, многие гадают. Апостолы жестко отзываются о самом Иуде, говоря о том, что он вор и разбойник. Но так ли это? Это реакция людей, которые в этом участвовали. Люди часто неадекватны в таких реакциях по отношению к другому, ну, потому что возмущены тем, что произошло. Мало того, скажем, и Петр же отрекся от Христа. Это тоже надо помнить. И мы с вами эту историю сейчас тоже рассмотрим. Но совсем иное отношение к Петру у нас с вами. А если бы Иуда, скажем, не повесился после того, что он сделал, а покаялся, пришел бы в эту общину и сказал, простите меня, братья, я совершил то, что не должно было, как наше было отношение к нему. Мало того, и все ученики разбежались в тот момент, когда свершалась казнь самого Христа, и за ним пришли. Тоже ведь показали себя не великими воинами. То есть там каждому можно было предъявить. Вот если взять какого-нибудь современного воина, он бы каждому из них сказал, да вы все вообще, кто вы такие? Он повесился с ним ясно, а вот вы-то то же самое, не лучше. Вот. Наоборот бы сказал, тот понимал, что сотворил, и вот он решил так вот с собой совершить. Многие предполагают, что он хотел, чтобы народ Иерусалима возмутился, что такого учителя берут и судят, и началось бы восстание. Такая также мысль есть у многих, особенно западных библеистов, что Иуда хотел ускорить процесс вот этого царства небесного на земле, что придет царь, все узнают во Христе царя, и что он сам отказывается от этого. А мы не знаем. Здесь огромная трагедия человека, в чем-то разочаровавшегося. Вот что-то с ним произошло в сердце, на его пути. Вот что-то. И у митрополита Антония Суружского есть мысль о том, что разговор Иуды и Христа, он произошел. У нас есть замечательные иконы нисхождения в ад, в которых описывается событие, когда после своего воскресения Христос нисходит в ад, чтобы вывести оттуда медхозаветных праведников. И митрополит Антоний Суружский об этом говорит, что вот смотрите, это же событие, мы в него верим, да? Соответственно, мог Христос встретиться с Иудой, поступившим вот так неправильно? Конечно, мог. Мог быть у Него разговор с этим человеком? Конечно, мог. Мог бы Христос пройти мимо этого человека? Конечно, нет. Не таков наш Бог. И что дальше? Ну, это уже во власти милосердия Божия. А человеческая реакция на события, она такая. И поэтому важно никого не осудить. Научиться не осуждать людей, которых часто мы с вами не понимаем. в их неблаговидных поступках. Мы можем дать оценку ситуации и сказать, так делать нельзя. Но реакция, как была у апостолов, это сверхреакция все-таки. Это не значит, что они не правы. Это их человеческое. Это говорит о их человеческом естестве. Но мы не знаем судьбу человека при встрече его с Богом. Катастрофически не знаем и не понимаем. Не нам решать. Не нам решать. Вот. О судьбе любого из нас. И прежде, чем свершилось вот это предательство, следующий, пожалуйста, слайд, было моление о чаше. Чем важно для каждого из нас вот это моление? А важно тем, что Христос очень похож на каждого из нас в своем человеческом естестве. Казалось бы, вот Бог. Ему ясно. Ну, он же и Бог, да. Он двух естеств, так скажем, два естества все объединяет. Да, и человеческое Божие. Ему ясно, что он сейчас идет на Голгофу, на распятие, на суд, а затем, через какое-то время, он вернется живым. можно спокойно жить. А все не так. При всех своих знаниях внутри себя, при всем добровольном своем пути, он вдруг в Гевсиманском саду молится. и молитвы его до такого состояния, что пот, как капля крови. Пронеси эту чашу мимо меня, говорит он, и только потом, да будет воля твоя, а не как я хочу. смерть неестественна для человека и для Бога. Неестественное состояние смерти для того, кто должен был жить вечно. Как бы знания наши не распространялись, бояться смерти это норма. Не призваны мы к ней. Мы к вечности призваны. И мало того, мы здесь видим, это будет еще видно на кресте, когда он будет говорить о том, что Боже, Боже, для чего ты меня оставил? Как трудно было самому Богу пробиться через свое собственное человеческое естество? Становится понятно, почему многие святые так себя ограничивали. Почему они хотели быть с Богом и не получалось? И они ограничивали себя вплоть до того, что делал Серафим Саровский стоянием на камне тысячу дней. Да трудно каждому из нас достучаться до Бога. И Бог это знает. Вот очень важная мысль. Бог знает, как нам здесь трудно, потому что сам на себе испытал. Грех отделяет человека от Бога так, что он не чувствует присутствие Божьей в собственной жизни, как сам Христос не мог свое естество осознавать. Он не мог осознавать, потому что он принял на себя мы об этом когда говорили о Рождестве принял на себя нашу природу поврежденную грехом. На нем не было личностного греха, но он принял природу, которая страдала, болела и умирала, чтобы потом на кресте изменить. Очень важная мысль. Он пришел и сделался таким, как мы, чтобы потом все изменить. На нем не было личностного греха. Он не мог взять и сказать, вижу сосед плохой, пойду, отберу у него что-нибудь и восстановлю справедливость. Такого он сделать не мог, потому что не любил соседа. Но страдать, умирать в этом теле он мог. Плакать, испытывать жажду, голод он мог. Потому что она такая же, тело такое же, как у Петра, как у Иоанна, как у меня, как у вас. И пробиться через него вот эта цельность, вот что такое целомудрие, эта цельность, когда я чувствую в себе и духовное, и душевное, и физическое. Это не значит, что тело мое плохое, оно хорошее, но все разобщено, грех разобщил в нашем сердце наше естество. Мы не чувствуем, что физическое, что духовное, что душевное. Хотим по-хорошему, получается, как всегда. Потому что с точки зрения духа не надо этого делать, с точки зрения души страдать будешь, чувство пострадает, а с точки зрения тела очень хочется. а управлять не можем. Наделали делов, страдаем и так далее. Вот в каком мы с вами состоянии находимся. И из этого состояния Христос приходит нас вывести. Ну и конечно же вот случается вот этот самый поцелуй следующий. Вот замечает Иуда, приходит он вот в эту самую рощу со стражниками, указывает, кто учитель следующий. Вот прекрасная такая икона, картина замечательного иконописца и художника Василия Васина «Поцелуй Иуды». Вот и следующий. Но за поцелуем Иуды случается еще отречение Петра, о чем я с вами говорил. Учителя взяли. Казалось бы, что все разбежались. Вот недаром говорится в Писании о том, что Господь выбрал немощное, чтобы показать свою силу. Что среди учеников не было героев. Вот часто мы уповаем на то, что вот они такие крепкие, сильные, а мы-то кто? Но наверное нужно было этому случиться, чтобы никто так больше не говорил в этом мире. Да они вот такие. Петр камень, на котором церкви будет стоять, мало ли что он там построится, который говорит пойдем убрем там с тобой как Фома там скажем в Иерусалиме нет проблем. Вот я за тобой как за каменной стеной, ты за мной как за каменной стеной. Пожалуйста, его женщина там за костром уличила, ты один из них, до свидания Христос. Все. Испугался. Страх обычный. Мы смотрим фильмы там о самураях, о древних легионерах, о викингах, когда там за господина, за хозяина, там все отдадим, умрем, признаем, харакири сделаем, а здесь вот, вот, все, сказали, его еще даже не взяли, его никуда не повели, ему только за костром, ты один из них, сказали, он достаточно, все, я с ним не знаком. Вы о чем говорите? Петух пропел, он вспомнил слова самого Христа. Трижды пропает петух, отречешься от меня. Вот, человек. Но на этом человеке стоит вся церковь. Потому что не его силою она стоит, потому что потом будет Пятидесятница. Мы с вами будем говорить, дух сойдет на этого Петра, и он выйдет также на крыльцо того дома, где он прятался от всех и будет проповедовать. Потом будет ходить в храм Иерусалима с Иоанном и принимать бесчестие за имя Христа. Не он, Бог спасает его, Бог вкладывает в него силы. В этом все христианство. Бог нас спасает, Бог дает нам силы. И наши силы важны, если наше сердце открыто. Чтобы открыть сердце, нужны силы немалые. Следующий слайд, пожалуйста. Вот этот суд у Понтия Пилата, это тоже такая история, когда Понтий Пилат видит, что перед ним непростой человек. Мало того, ему даны знаки. Жена во сне видит, что перед Понтием непростой человек будет стоять, что Христос Он не кто-то, а вот Он праведник. Но карьера, страх пострадать, что донесут на него, да, что в конце концов ты потеряешь все в этой жизни, она гораздо важнее, чем жизнь вот этого праведника. может быть, он не понимает Христа, но для него простые земные вещи гораздо ближе. И принимает решение, чтобы снять с себя ответственность, умывает руки, перекладывает эту ответственность на других и входит в историю всего христианства, как человек, от которого много зависело, который мог что-то изменить. Но тогда возникает вопрос, всегда появляется такое, а если нужно было Христу идти на смерть, почему Иуда, он был задуман, и Понтий и Пилат был задуман, было ли предопределение? И всегда возникает ответ, нет никакого предопределения. Все бы, может, случилось по-иному, но случилось через этих людей, у этих людей был выбор. И как Иуду Христос предупреждал, делая знак любви, так и Понтия Пилата предупреждали, хотя бы, и он это чувствовал, хотя бы собственная жена. Выбор был? Был. Но каждый выбрал то, что выбрал. А потом был ли выбор, и потом был выбор поступить иначе. Все на одном акте не заканчивается. Человек имеет силы, что-то сделать. Помните, такая же история случилась с Иоанном Крестителем, когда Ирод почитал очень Иоанна Крестителя как праведника. Но правда, он возлежащим с ним на этом пиршестве пообещал, что за танец его дочери там, в общем-то, будет награда. А жена и дочь попросили голову Иоанна Крестителя. Был выбор у Ирода? Был, конечно. Но если бы он выбрал жизнь самого Иоанна, он, конечно, бы опозорился перед своими друзьями. Но стоит ли жизнь этого позора? Вопрос большой. И это очень какая-то такая важная штука для каждого из нас. Выбор от нас нашего пути сильно зависит. Как бы то ни было. Следующее. И вот несение креста. Вот этот путь, который Христос проделывает один, но правда ему на дороге помогает путник, и женщины идут за ним, и единственный ученик, Иоанн, богослов, идет остальные прячутся где-то. Вы представляете, как бы вот я всегда когда начинаю ныть внутри своего сердца, я вспоминаю вот этот момент и говорю часто себе говорю, потому что я такой тоже у меня такие перепады настроения бывают, что ну вот самый лучший друг там да Христос, ну чем он только не обладал, исцелял, там любил как мог, там не ходил, помнил всякой там немощи, которая была рядом, что только не дал другим, да, вот, а в результате, когда с ним случилась тяжелая ситуация, да, вот, в результате того, что, ну просто если с ним побыть рядом, кто с ним остался, вот все, кто с ним ходил, все его оставили, были женщины, но женщинам ничего не грозило, по тем законам, что взять с женщины, ну правда молодой ученик, да, ну что взять с молодого ученика, тоже с него никто ничего не возьмет, но все, кто, вот, а все остальные на кого ты надеялся, о ком ты думал, что они будут с тобой до конца, они где-то там, ну где-то там, ну не с тобой рядом абсолютно, вот это тоже какая-то космическая, это огромное, что, ну вот, когда иногда бывает с нами плохо, но хочется, чтобы с нами кто-то посидел, побыл, а у каждого свои заморочки, и учеников тоже, и остаются, ну вот, на которых ты иногда не надеялся, которых думал, ну что, они совсем уже для мира непригодные, они рядом с тобой остаются, а все правильные, хорошие, замечательные, прекрасные, на которых ты хотел построить что-то там, с ними построить, не хотел, потому что использование, но с ними думал, что у тебя путь жизни, они вот где-то там, и он в такой ситуации оказался, совершенно жизненная ситуация для каждого из нас, совершенно жизненная, следующий, и Голгофа, вот Голгофа, распятие, позорная смерть, предназначенная для рабов, вот, и помните вот эти вещи, когда рядом с ним двоем, но здесь очень, очень важная история, опять же, кто попадает в рай первым, о котором сказал точно Христос, вот ни о ком другом он никогда этого не говорил, а вот об этом человеке разбойник, рядом с ним, висящий на этом кресте, человек, который, в общем-то, своими добрыми делами ничего не заслужил, кроме креста, его осудили за то, что он там что-то делал, разбойник, воровал, убивал, не знаю, история его нам неизвестна, но по факту, что он осужден не за праведные действия в своей жизни, а за какие-то правонарушения, такие серьезные, что привели его к смерти, вот, никак Христос он умирает, вот, и другой такой же с ним рядом на этом древе распят, но, правда, один Христа хулит, а другой говорит лишь одно, что праведное я по своим делам получил, все, этого хватает для того, чтобы Христос сказал, ты со мной же будешь сегодня в раю, вот, часто мы думаем, что мы должны чего-то там заслужить, проявляем максимум силы, а для Бога важно, чтобы человек только сказал, я хочу быть с тобой, все, этого достаточно, чтобы этого человека спасти, один единственный человек, о котором сказано, что он будет в раю, самим Христом, потом будут праведные, преподобные, это потом, вот на данный момент, вот это вот так, что надо расшибиться в этой жизни, там всех осчастливить, для Бога это важно, конечно, твои усилия, это для нас очень гораздо важнее, чем, ну, важно, я надеюсь на то, что он это со мной совершит, в моей жизни у меня есть к нему доверие, или я только собственными силами пытаюсь это заслужить, вещь очень наиважная, я всех осчастливлю, а в него буду как-то вот, ну, вот потом приду и ему предложу, вот смотри, или я ему скажу, вот мое сердце, это как с зависимостями, понимаете, такие какие-то краеугольные вещи, человек осознает свои проблемы, говорит, у меня есть болезнь, и тогда можно начать лечение, если человек говорит, нет, я вот спортом займусь, этим займусь, это сделаю, пятое, десятое сделаю, и она обязательно отойдет, и потом я к тебе приду, и буду тебе помогать, так не действует, занимайся, не занимайся, раковая опухоль займет все, и ты погибнешь, пока если не придет хирург и не вырежет ее, так и здесь, это проблема всех людей, приходящих в церковь, вот огромное количество людей, что все-таки на мое я, оно вот огромное, я не допускаю до своего я вот этого самого Бога, не даю ему быть распитым в своем сердце, самому не распитым быть, не доверяю ему, как угодно это можно сказать, разбойник это сделал, ему хватило для того, чтобы оказаться в раю, следующее, пожалуйста, это вот распятие, и следующее, вот, и снимаю, вот помните эту историю, что он умирает сам, вот, в этих мучениях, говорит эти вот слова, о которых я уже говорил, Боже, Боже, для чего ты меня оставил, воин проверяет факт смерти копьем, вот, кровь и вода исходит, когда его протыкают, его снимают с креста, учеников нет, вот только нашелся Иосиф Римофейский, вот, высокопоставленный ученик такой, приходит и кладут его в пещеру, и в этот момент действительно для многих надежда угасла, люди есть люди, многие на него надеялись, но это и очень самые тяжелые минуты, часы для всех учеников, которые были с ним рядом, для всех близких его, это огромное время, вот, этой тяжести, да, ну это сами представьте, если мы, когда у нас близкие, кто-то умирает, если ты хоронил, это огромное тяжелое время первых часов, дней, минут, и а тут еще надежды были, что это тот, кто в конце концов изменит что-то в твоей собственной жизни, и ты теряешь все, абсолютно, он там лежит, и и страх, и все это на тех людях, которые были рядом с ним, это тоже о том, что если у нас это происходит, не стоит говорить, что мы там поврежденные, несмелые, немогущие, это может быть с каждым из нас, и ничего ты с этим не сделаешь, это такой мир, вот, и идут к гробу женщины, следующий, пожалуйста, вот женщины, они идут, идут, чтобы сделать то, что можно сделать, вот, замечательно, вчера у нас на группе была тема, и мы разбирали такой момент, и кто-то вспомнил, вот Ася вспомнил, замечательно, Асенька, о том, что есть учитель такой, иудейский, говорящий о том, что делайте хоть что-нибудь, вот вам плохо, вы делайте хоть что-нибудь, там, ну, начните там, не можете там ничего делать, начните с чего-то с малого, не можете молиться, хотя бы строчку прочитайте, не можете там доброе дело сделать, ну, хотя бы, там, помогите кому-нибудь тарелку помыть, не можете это, но сделайте вот это, не надо на себя много накладывать, вот, есть ситуация, ты хоть что-то сделай, вот, Вот это жизненная ситуация, и женщины идут, любят своего учителя, как могут, идут для того, чтобы умостить тело. Не думают о том, что впереди там воскресенье. Нет, нет. Они идут, чтобы исполнить свой долг какой-то вот такой женский. Абсолютно. Не надеются на то, что он воскреснет. Нет. У них трагедия. Они думают о том, кто каменем отвалит от гроба, чтобы подойти к учителю. Вот камень, они думают, вот это трудная ситуация. Сил не хватит отодвинуть. Не думают о том, что он будет там отвален, не о чудесах. Нет. Вот они идут, чтобы что могут сделать и сделать. И в этом то, что они могут сделать, и вот случается это чудо. Это есть же такая замечательная, делай, что должен, и будь, что будет. Вот это важная вещь какая-то. Сейчас не надо возноситься на небо, надо просто делать к чему-то призван. На том месте, где ты призван. Быть христианином там, где призван. Делай то, к чему призван. С этого начнется, может, твое личное воскресенье. И, соответственно, вот они подходят и увидят вот этот самый отваленный камень. И вот теперь мы поговорим о том, о чем я начал говорить, потому что это на самом деле центр христианской жизни. Как апостол Павел говорил о том, что если бы Христос не умер и не воскрес, то вера наша с вами была бы четна. И почему? Вот. Вот откажи мы все ему в воскресенье, надежды в нашей жизни бы не прибавилось. Это бы была религия такая же морально-нравственная, как многие учения человеческие. А что будет меняться? Что в жизни человека изменится, если, в общем-то, не будет этого воскресенья? Он приобретет жизнь вечную, а нет. Он будет надеяться, что он будет жить вечно, а опять же нет. Ну, вот живешь ты там, морально-нравственное качество ты как-то там осуществляешь в своей жизни, потом помираешь, на том все заканчивается, все. Но христиане-то верят, что это только начало, это только вот эта дверь, а там впереди вечность. И замечательная есть лекция у профессора Осипова Алексея Ильича, советую посмотреть воскресенье, в которой он говорит о том, что на этом самом кресте Христос меняет в самом себе участь человека. И мы с вами это сейчас увидим. Он был совершенно полотеным до этого креста, а затем он мог приходить к ученикам запертым дверями. быть сразу одновременно в двух местах. Мало того, он восстанавливает в себе, как говорят святые отцы, первозданного Адама на этом кресте. Тогда Адам ушел от Бога, Христос на этом кресте через смерть и воскресенье восстанавливает все то, что было потеряно. И мы можем к этому прикоснуться, участвуя в страдании и воскресении Христова через Евхаристию. Мы причастники всего того, что там происходило, если готовы добровольно в этом участвовать. Для чего нам нужны вот эти таинства? Я на это согласен. Умереть для своего «я» огромного и воскреснуть в новой жизни совершенно новым человеком. Да, физически я уйду в вечность, но смерть не имеет надо мной власти, как говорит апостол Павел. «Где ты, смерть?» Тело – да. Мне придется также пройти через вот это обновление, преображение. Но личность моя не исчезает. Все будет восстановлено. Как? Мало того, вот я уже говорил об этом, первые христиане – это такая детская вера, совершенно сумасшедшая. Ну вот, должны быть и сейчас такие христиане, но почему-то не, ну вот как-то так, не получается. Миллионы историй в житии святых, когда там один его казнят, другой подходит к нему и говорит, «Брат, сейчас будешь со Христом, скажи ему, у меня проблемы на земле, я еще не стал мучеником, чтобы ему сам это донести, но ты будешь с ним». Эсхатология, ожидание пришествия его каждую секунду жизни, да, это конец не света, это конец тьмы. Вот первые христиане – это Евхаристия каждый день, там, да, собрание каждый день, ожидание того, что… Ну вот ты же обещал, гряди, гряди, гряди. Ну я там грешный, но ты придешь, все исправишь, я на тебя надеюсь. Вот, вот в чем смысл всей жизни христианской. Все святые так жили, потому что для них это вот приобретение Христоса. И все. Даже если здесь все наперекосяк, ты в моей жизни есть. И вот мы переходим к событиям после этого самого воскресения. Вот первое, что… Вот пришествие к ученикам, уверение Фомы, Господь и Бог мой. Вот они сидят, боятся, он приходит, вот он, учитель. Потом будет Пятидесятница, они придут и совсем по-иному будут приходить в каждый дом. Потом, как люди приходили в христианство, потому что там догматика, нороучение. Нет, абсолютно нет. Потому что приходил к ним человек и говорил, ты знаешь, брат, у тебя есть надежда. Или сестра, у тебя есть надежда. И я свидетель этой надежды. Я свидетель, я это видел, я к этому прикоснулся. Я готов с тобой этим поделиться. Она во Христе. Он тот, о котором писали пророки. Да, будет на этой земле трудно, но он будет всегда с тобой. Да, будет непонятно, но он не оставит тебя. Все оставят, как мы оставили когда-то его, но он не оставит. Мало того, он не упрекнет тебя. Он же пришел к ученикам и сказал, ну что, братцы, здрасте, где вы были? Ну, как бы поступил настоящий воин, а трусы, предатели, отступники. Вот, Фома не поверил, второй раз пришел. Он же вначале приходил к ученикам, не было Фомы. Это история. Читали, если вы не почитали, читайте Евангелие. Фома сказал, не увижу его, не поверю. Пожалуйста, второй раз ради Фомы пришел. Этот Фома, да, он его оставил. Он не должен надеяться на то, что учитель к нему должен прийти. Он же его предал, Фома. Раз, потом не поверил в воскресенье своим братьям. Два, ну какой-то Фома странный-то вообще. Еще что-то требовать хочет. А почему-то Христу это не преграда для того, чтобы прийти и сказать, Фома, я здесь, чтобы ты верил. Но еще больше, блажение те, счастливые, кто меня не видел, но веровал. Пожалуйста. Потом следующий, на пути в Имаус, двум спутникам, идут два человека, обсуждают все события в Иерусалиме. Приходит другой спутник, начинает объяснять из Писания, что должно было так случиться. Каждому из них. И тогда они понимают, что среди них Христос. Пожалуйста. Не поняли, не поверили, не исполнили. Приходит и объясняет, приходит и объясняет. Не упрекает, что ж вы такие сякие. Следующий, пожалуйста. И вот это одна из любимых моих таких моментов Евангелия от Иоанна, когда такой момент на Тевериатском озере. Ученики опять, уже после всех этих явлений, идут ловить рыбу и видят, что идет путник по берегу, узнают, что это учитель. Там сцена такая прекрасная. Петр бросается в воду, плывет и встречает их костер, рыба, хлеб, вот такая совершенная домашняя трапеза и никому опять не сказано ни слова. Наоборот, наоборот, Петра отводят и спрашивают ему вот следующее. Вот эти несколько раз спрашивают, ты любишь ли ты меня? Трижды, чтобы поддержать самого Петра, чтобы поддержать каждого из них. Готов ли ты быть со мной? Хочешь ли ты этого? Я не упрекаю, я тебя понимаю, принимаю, какой ты есть, но ты хочешь оставить меня или быть со мной? Ты можешь это сделать и оставить меня? Ну, будь со мной. Вот. И следующий слайд. И случается вознесение, да, он уходит своих учеников. Для чего? Опять же, понимаете, если бы он с нами здесь остался до конца наших дней, что бы было с каждым из нас? Мы так бы с ним ходили, бегали, спрашивали бы его, как дети малые, что бы, что изменилось в наших жизнях. Ему важно, чтобы мы взрослели. У нас многое, что есть, многое дано, и он сам у нас есть, да. Ну, важно, чтобы мы делились с другими, да, не только ходили там за ним, держались за его, одежды, но чтобы мы взрослели. Это катастрофа, когда человек остается жить со своими родителями до конца своих дней. И совершенно бывает иначе, когда человека отправляют в мир, где он наломает дров, разобьет себе колени, но совершенно становится другим. Так и здесь. И последний слайд. И вот он с нами до скончания века. Вот. Это такая небольшая лекция, она довольно-таки трудная, потому что вот осознание того, что произошло на кресте, это довольно трудное осознание, как мы можем к этому прикоснуться. Вот. Но в этом весь Христос. Он приходит для того, чтобы кого-то из нас осудить. Он и так отлично понимает, как нам здесь сложно и трудно. Но ему важны наши шаги в направлении его, потому что без наших шагов, которые важны прежде всего нам, невозможно открыть наши сердца, чтобы принять все то, что там произошло. Если мы будем говорить, что это будет автоматически происходить, то случится кризис. Обязательно он случится. Вот. Сему, конечно, свое время. Но вот опять же тот отец Петр Мещеринов говорит о том, что, ну, если стоять на месте, кризис будет. И кризис отвержения может случиться. Мы должны понимать, в каком мире живем. Но мы должны учиться, потому что каждый, как бы он не был грешен, неважно, для Христа это неважно. Вот вспомним разбойника. Вот. Он сделает все сам. Он спасает нас своей силой. Не мы своими добрыми делами себя спасаем, но мы спасаем себя открытым сердцем, а он спасает нас вот тем, что совершил для каждого из нас на кресте. Потому что он любит и не хочет, чтобы кто-то из нас погиб. Ни один. Вот как? Непонятно. Он готов оставить все и умереть на этом кресте, чтобы мы с вами жили. Ну, это какая-то такая вот штука и мысль очень феерическая. Ну, сами подумайте о том, подумайте, ну, кто бы за другого мог умереть? Он приходит недоступный, а теперь говорит, я с вами всегда, во все дни до скончания века. Ты можешь к этому прикоснуться, если захочешь, и ничего тебе не мешает, ни твои грехи, ни твои поступки. Если захочешь, я буду с тобой, и что-то в твоей жизни будет меняться. будет тяжело, непросто. Ты не получишь ответы на многие вопросы, это факт. Не надо думать, что ты пришел в христианство, тебе стало хорошо, все. Нет, нет и нет. Вот. Миллионы вопросов, мало ответов, но быть человеком можно научиться. Самое главное, что делает для нас Христос, Он может дать нам возможность быть людьми там, где другие пасуют. А выборы за нами. Спасибо большое. Вот. У нас осталось несколько лекций, следующая лекция будет Пятидесятница, потом мы поговорим о Таинствах Церкви, и соответственно будет лекция еще о символе веры, поэтому у нас времени осталось мало, потом будет Лазарева суббота, крещение, перед этим будет оглашение, скоро уже весна, друзья, сил вам всем, не покидайте, даже если там я не могу до вас что-то донести, это только моя вина, Господь на вашем пути все до вас донесет. Помните, если вы здесь собрались, значит Бог в ваших сердцах действует, если бы не действовал, вы бы сюда не пришли. А теперь, если хотите, задавайте вопросы, если у кого они есть. Есть вопросы? Да, давайте. Только погромче, пожалуйста. Поближе можно, там дело все в том, арка, под аркой у нас стабильно ничего не слышно. Вот, вот, да, нормально. Ну, смотрите, очень важный момент, о котором говорят все святые отцы. Над нами не властны ни темные силы, ни добрые силы, пока мы на это не соглашаемся. То есть, предопределение может быть предопределением, но мое согласие, оно мое согласие. Вот, в принципе, вот в любой ситуации, если посмотреть на жизненные ситуации, есть какие-то знаки, которые всегда говорят о том, что так делать не надо. Вот, я прошел через много ситуаций, так сказать, не очень хороших, когда я видел, что вот так делать не надо. Но, как отец Александр Мень говорил о том, что, когда его спросили, а есть ли в этом мире сатана, и он сказал, увы. Поэтому, вот эти силы потусторонние, они подогревают все наши процессы, идущие не от хорошего сердца в наших жизнях, и поэтому человек на это легко соглашается. У меня даже был выбор однажды в моей жизни, когда я неправильно сделал его. И, в общем, ну, косвенно, не косвенно, в общем, я, конечно, в этом не виноват, но от моего выбора много зависело, и человек погиб. Лишь потому, что я решил сделать правильно, и поступил правильно. А в какой-то момент другой человек меня, в общем-то, своими словами, как бы, задело мою гордость, и я решил изменить собственное решение. У Иуды была такая же ситуация. Но он уже давно в себе решил. Но была возможность остановиться, была. Но инерция греха такая, что, в общем, остановить это практически невозможно. Потом, опять, давайте дальше рассматривать историю Иуда. Мог бы он поступить, как Петр? Чем лучше Петр поступил, чем Иуда? Да, тоже не особо хорошо. Петр потом все-таки осознал и не стал вешаться. Это очень важный момент. Здесь же Иуда продолжает свое движение по этой инерции греха. То есть, он сам решает и свою судьбу дальше. Как бы, я все держу в своих руках. Я решаю тебя предать, я решаю с собой разобраться. и там нет места Богу, понимаете, вот в этом проблема. Кто-то просит прощения, а кто-то вот так поступает. А дальнейшая судьба, он уже говорил, тут неизвестно, потому что встреча была, вот, а дальше там, ну, какое тут предопределение? Тут вот слабость, простая человеческая слабость, основана на каких-то своих собственных убеждениях. Это самая страшная бывает вещь. Мне кажется, так хорошо, я буду так делать до конца. И не слышу то, что извне ко мне приходит. Я закрылся. Слабость. Никакого предопределения. Ну, опять возникает дальнейший вопрос. А как бы дальше? Кто-то предал бы, но мы не знаем, понимаете, история так произошла. Может быть, его и без всякого ученика бы взяли, там, через некоторое время. Пожалуйста, могло бы, да вполне. Ну, вот, все так произошло. Как произошло. А так, понимаете, можно вот последнее скажу, что вот у Бога есть люди, которых он пускает под нож. Где же эта любовь? Вы представляете, я люблю кого-то, но одни, а других не люблю. Я их могу использовать. Для Бога слово использование, оно перечеркнуто. Для человека нет. Поэтому мы так и мыслим часто. И я так мыслю. Вижу, пытаюсь провести какую-то логическую цепочку. Но это невозможно для Бога. Он просто видит возможности и пытается что-то сделать. А с человеком он без его воли ничего сделать не может. Ну, как-то так. Да, да, да. Всех Иуду, я говорю. Да, да, я говорю, всех Иуду всегда, во все времена. Да, да. Друзья, ну, это точка зрения человека, который пытается вот всех этой истории Иуды задевает. Вот. Ну, потому что, наверное, мы очень похожи, наша ситуация жизненная на это похожа иногда. Мы тоже так поступаем по отношению друг к другу. Вот что-то внутреннее в этом есть. И меня это задевает. И я всегда там об этом думал. Не только там. Это наши мысли. Но вот, что он благородный, мы не знаем, на самом деле, какой он был. Его характер жестко описали ученики. Что он был вор, разбойник и так далее. В это можно верить, можно не верить. Что он от зависти и так далее, от жадности это сделал. Мы не знаем. Но он три года ходил с ними вместе. Никаких претензий к нему не было. Ну да, он там собирал эти пожертвования. В общем-то, но они жили, ели, пили. В общем-то, никаких разногласий между ними было. Мы можем миллион раз в общем решать, по какой причине он это сделал. Вот. Он остался таким в веках, потому что он решил все-таки совершить над собой акт самоубийства. Если бы он поступил как Петр, ну поверьте мне, Иуда был бы совсем иной. Вот. А дальше человеческая какая-то такая. Ну, понимаете, для него это, наверное, тяжелые вещи. Но он же встретил Бога, и он в вечности. То, что для нас вот так ценно, и мы об этом задумываемся, в вечности, наверное, никакой ценности не имеет. Ну, представьте себе, если его судьба изменилась при встрече с Богом, ему на все наши предположения, ну, с большой колокольни. Он в вечности. Это мы здесь, вот еще в этом мире можем там так на этом заострять внимание. Благородный он был или неблагородный? Или слава? А разбойник был на кресте благородный или неблагородный? Что он там делал? Чем он занимался? Можно предположить? Нельзя. Вот. Или там миллионы тех, кто покинул Иисуса до того, как, он, скажем, десять прокаженных, он девять исцелил, десять исцелил, один вернулся. Все остальные были благородные или неблагородные? Ну, это вопросы. Вот. Да, да. В зуме, да. Да, какой вопрос в зуме? Последние давайте вопросы, и мы и будем молиться. Да, да. Ну, где вопрос-то? Да, да, да. Я ничего не слышу. Ирочка, можешь перевести вопрос? Я немножко не расслышал. Кто-то человек не развивается? Какой-то кризис, что-то кризис, что-то не надо? Дело все в том, что вот мысль святоотеческая и мысль вообще христианская и мысль вообще человеческая, что нет нейтрали в развитии человека в духовном мире. То есть нельзя остановиться. Либо ты поднимаешься в гору, либо ты с ней скатываешься. Это об этом. Но это не значит, что там у всех это так хорошо получается. Абсолютно. Уже разные там, да, видим истории в христианском мире. Кому-то удается там чего-то достичь, а кому-то не удается. Кто-то уходит из церкви, потому что разочаровался. Значит ли это, что эти люди все потеряны? Да нет. Абсолютно нет. Богу, вот помните притчу о пропавшей овечке, которой он 99 осталось, он заодно пошел ее искать. Или этом облудном сыне. Для него как раз важнее вот тот, кто ушел, чем все остальные, кто остались. Но не в смысле того, что он меньше любит этих 99, а потому что он пошел того спасать. Но здесь очень важно понять, что нам же в этом мире жить, вот я стал христианином и все время мучаюсь. Это правильно? Нет, неправильно. Вот я прямо на себя навел скорбный вид и все остальное и несу в скорби мира на себе. Ну, какое это христианство? Это не о том. Если в моем сердце надежда, я этой надеждой буду с другим делиться. Будет по мне видно, что в моей жизни что-то есть, что меня делает, ну, там человеком, где другие не могут быть людьми. Я же так сам пришел в церковь. Я видел человека, который обычный человек, но там, где другие кидали, он не кинет. Там, где другие, там, и у него кризисы в жизни случались, там, он, там, не буду рассказывать всю историю, и он ошибался сильно, и уходил из церкви этот человек. Но вот совсем недавно, несколько лет назад, привел еще одного такого же, как я, и он сейчас ведущий в нашем храме группы евангельской, пожалуйста. Это же не значит, что кризисы будут обязательно. Кризис – это возможность какого-то роста. А может, ты сломаешься в этом кризисе. Это я не знаю. Ну, поймите, вот почитайте все-таки статью «Нисхождение в ад». Бог с нами до скончания века во всех наших ситуациях, хороших и плохих. И это лекция о том, что он видит, как нам здесь тяжело достучаться до него, достучаться до себя. Что было бы легко, пришел стать христианином, все у тебя будет хорошо получаться. Да не будет. И кризисы будут, там, и разочарование будет. Я же рассказываю, миллион раз рассказывал историю, еще раз вам расскажу, последний раз. Но для меня это важно. Вот митрополит Антоний Сурожский говорит о своем собственном опыте прикосновения к Богу. И я об этом рассказываю, потому что для меня эта история как спасение во всех моих ситуациях, когда я говорю, да эта церковь вот такая сякая, да эти люди вот такие сякие, все, с тобой надо куда-то идти. А потом вспоминаю, что со мной было, и я думаю, ну ничего, еще потянем, поживем, если так все на самом деле. Зачем уходить, если он такой. Я отверг его, будущее уже дьяконом, да. У меня было миллионов вопросов. Там хранили одного, плохая ситуация, и еще там плохая ситуация. И в конце концов, хранили здесь ребенка. Ну, тяжело было. И у меня там что-то случилось. Я уже всех подробностей-то не помню. Ну и как человек вспыльчивый, я шел в дороге и задавал ему вопросы. А как всегда, на ответы на вопросы. А я разматываю, разматываю, у меня так получается, пылю, 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 и дальше, 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 в какой-то момент я ему говорю, да тебя вообще не существует. Как такое? И в этот самый момент отвержения вдруг я почувствовал, что меня обняли. Я никогда этого не чувствовал в жизни, чтобы кто-то меня так обнимал. Это было принятие, понимание моей ситуации, меня самого, и там не было ни доли отвержения. Вот вообще, это какая-то такая штука, ну, которую нельзя забыть. Из этого принятия рождается такой ответ сердца автоматически. Я даже удивился, что, прости, я не знаю, что я говорю. Ну, потому что ради этой любви действительно можно многое, что отдать. Стал я лучше? Да нет. Но я помню об этом, и это меня держит на плаву. Это вот об этом христианство. Там стать лучше, это от меня зависит, но я вот такой косноязычный, там, я не знаю, там, косно двигающийся, весь такой, там, большой и толстый, и все такое, и все, у меня мало чего получается. Но я помню, что он такой Бог. Он такой. И это как Антоний Шурожский говорил, вот то, что я вам сказал, я не даром вам прочитал, что он не верит в Бога, там, мучений и всего остального. И отца Георгия почитайте, он там уже об этом говорит, что он Бог такой, он в нашей жизни есть. Стоит только захотеть быть рядом с ним. Спасибо, друзья, большое. Я рад с вами был сегодня встретиться, надеюсь, что эта встреча продолжится на наших семинарах. Вот, очень надеюсь, приходите. Знаете, как Борис Сергеевич Братусь говорил, замечательный наш психолог, что очное общение очень важно. В зуме замечательно, но очное очень важно. Вот. Чтобы прикоснуться не только через компьютер, но и через такое вот, особенно наши пандемийные времена, ну, вроде как бы, сейчас более-менее все устаканивается, будем рады вас видеть на семинарах. Давайте молиться. И расходиться потихонечку по нашим домам. Отче наш, ижеиси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный и дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Благослови, Господи, каждого из нас, здесь находящегося или не здесь, всех в мире живущих. Открой им себя, дай почувствовать, что Ты любишь нас и принимаешь нас такие, какие мы есть, и надеешься, что мы будем счастливы, потому что мы будем идти к Тебе, и Ты будешь открывать нам себя самого. И мы будем через это ближе к друг другу, и этим согревать друг друга в нашем темном мире, в наших сложных ситуациях, или делиться радостью. Я прошу Тебя об этом. Не оставляй нас. Мы дети Твои. Аминь. Ангелы, хранители, всем в пути. Вот. Если у кого-то еще есть какие-то вопросы, отвечу. Да. Ну, спасибо.